Добрый день. У нас сегодня в гостях Джон Фредерик Бейлин, профессор факультета лингвистики в Стонебрук Университет. Это государственный университет штата Нью-Йорк. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы занимаетесь лингвистикой и, на мой взгляд, это одна из главных наук в современном мире. Лингвистика оказалась как-то в центре и философии, и социологии, и вообще всех гуманитарных предметов. Какое место вообще лингвистика занимает, с вашей точки зрения, в современном мире? Почему этим интересно заниматься? И каким разделом лингвистики занимаетесь именно вы? Для меня она, как вы сказали, важна для всех этих соседних областей, но и только, и тоже для когнитивной науки в целом. Наша школа лингвистики называется генеративной лингвистики. Это связано с тем, какой аппарат у человека в голове, и что позволяет таки в раннем детстве усвоить такие сложные разные языки без без особых проблем, как известно. То есть вы считаете, что языки мы усваиваем на генетическом уровне, не социально, то есть не путем общения? Не только путем общения. Ну, то есть мы считаем, что есть два источника любого родного языка. Один – это более или менее врожденная способность, готовность к усвоению данного языка. Еще, естественно, есть окружающая среда, и тот язык, который окружает в детстве, естественно, это тот язык, на котором человек будет говорить. Но мы считаем, что без врожденного аппарата, что есть у человека, а нет у животных, допустим, без этого это не было бы возможно достичь абсолютного знания носителя, как известно, любой ребенок. А как же мы тогда усваиваем разные языки? Иностранные? Ну, нет, просто мы все рождаемся в разных странах. Почему я говорю по-русски, вы говорите по-английски? Если это генетически? Нет, это не генетически. Генетически – это только наша общая человеческая способность, готовность к усвоению языка. Но все равно для этого должны быть данные вокруг нас. И вы говорите ваш родной язык и русский, потому что вокруг вас в детстве, в раннем детстве был русский язык, а у меня родной английский, американский английский. И это было потому, что вокруг... То есть любой ребенок, естественно, усвоит тот язык, который он слышит. Но сложность эти, общие сложные моменты этих всех языков, то, что мы изучаем, почему мне кажется что-то интересным, как ответ на ваш вопрос, – это общая иерарическая структура, части речи, наличие частей речи, сложно причиненные предложения. Вот все эти вещи есть во всех языках. И без этого врожденного аппарата не было бы возможно прийти к выводу подсознательно в детстве, что мой язык построен так и не так линейно. И поэтому как бы без этой помощи, с помощью нашего как бы когнитивного аппарата, это было бы, мы считаем, невозможно. И как мы видим, даже люди, уже как взрослые люди, с трудом усваивают иностранный язык. То есть они могут, но не обязательно. То есть ребенок, когда рождается, он, в принципе, готов к тому, чтобы усвоить, что в языке есть существительное прилагательное. Он уже знает, что будет. Но «знает» – это, конечно, сложное слово. Он, конечно, несознательно ничего не знает. Маленький ребенок не знает, что такое существительное. И взрослые люди не знают, что такое существительное. Они должны, конечно. Но, тем не менее, мы считаем, что готовность, то есть иерарическая структура, что именная группа, глагольная группа, само предложение, как вещь, почему мы все люди в раннем детстве начинают говорить предложениями. Да, кстати, почему иногда дети прямо сразу предложениями начинают говорить, не говоря словами. Потому что это часть врожденного аппарата. Без этого дети не пришли бы к выводу, что есть такая вещь, как предложение. Никто не учит детей маленьких, двухлетних, что сейчас обратите внимание, дети, что будет такая вещь, как предложение. И вы будете этого... Естественно, это невозможно. Как объяснить? Трудно нашим студентам объяснить, что такое предложение, подчиненное существительным все эти вещи. Это очень сложно. А школьникам как трудно объяснить? Да. И не нужно. Потому что они и так... Нужно для усвоения нового языка и для научных целей, естественно. Но для просто ежедневного разговора это не нужно. Все говорят на родном языке абсолютно естественным образом. А почему мы тогда с таким трудом учим иностранный язык? Если мы структуру языка знаем уже. Потому что, во-первых, ну да, главное мнение на этот вопрос, это сложный вопрос, но в основном потому, что пластичность детского мозга отличается и после пуберитета, то есть в это время приблизительно, после конца того, что называется критический период, где-то лет 10-11-12, ну, когда все эти физические изменения, еще есть в мозгах тоже физические изменения. Полушария, например, перестают общаться, как это было в раннем детстве, где нет сильного разделения между полушариями. Эта пластичность почему-то, до конца неизвестно, почему-то приспосабливает вот этому процессу. А потом в какой-то момент мы все становимся взрослыми и становится гораздо сложнее. Это не только, кстати, касается языка, это, скорее всего, касается других когнитивных процессов тоже. То есть если бы у нас не было информации визуальной информации в детстве, то, может быть, наша система зрения тоже была бы как иностранный язык, с акцентом, мы бы выделили с акцентом. Но это мы не знаем, потому что у всех есть эта информация в детстве, мы не будем проводить эксперименты, чтобы изолировать детей от языка, от музыки. То есть эксперимент с Маугли проводить специально не будем? Естественно. Но когда они попадаются, мы много узнаем через это. А в каком возрасте, если, например, у нас ребенок Маугли, и он впервые столкнулся с языком, предположим, в 15 лет? То есть все, он уже его не выучит? Ну, как показывают эти единые примеры, к сожалению, где это происходило, кажется, что в каждом человеке по-разному, но в этом 15 лет уже поздно, да. То есть что-то он может выучить, но он не станет обычным носителем родного языка, к сожалению. И, скорее всего, то же самое с музыкальным восприятием и с рядом других когнитивных способностей. Что критический период для любого, и даже если это не без врожденной помощи, например, спорт, да, ну, то есть какие-то физические вещи мы же все, то есть все учатся ходить без помощи и так далее, но заниматься спортом активно, это, естественно, неврожденная способность, но тем не менее, если до какого-то возраста человек не начал, то гораздо сложнее достичь профессионального какого-то высокого уровня. А если начать иностранный язык, учить в 2-3 года, делать ребенка билингвом, получится? Да, конечно, как моя дочка, кстати, но это не иностранный язык тогда, это второй родной язык. Тогда будет второй родной. Да, их может быть даже, в принципе, теоретически безграничное количество. Но, естественно, чтобы была постоянная поддержка, в сочетании данных вокруг, ты не можешь иметь 7 родных языков, потому что тогда просто слишком мало было бы информации. Но если как-то, то есть есть очень известные примеры, у меня есть друзья в Нью-Йорке, например, папа из Бельгии, французский родной, мама из Испании, испанский родной, а дети учатся в англоязычной школе, это Америка, в школе, у них 3 родных языка, абсолютно родные, без акцента, без проблем. Ну вот у нас в республике тоже очень многих 2 родных языка. Да, почти у всех здесь, как я понимаю, 2. У меня, к сожалению, только был один, но я очень рад, что у моей дочки, потому что там хорватский, сербский язык, это язык моей жены. А, сербский второй язык, славянский. Да, славянский у моей дочки. Так что я вижу это, как это, я сейчас 6 лет, но я видел в 2-3 года, как я просто параллельно усваивала и одну систему, и другую. Естественно, есть некоторые пересечения, но это временное явление, и родители, кстати, очень часто переживают, что это мешает, то есть не будет родного, потому что там он будет постоянно... Ничего подобного. Все исследования показывают, что они выходят из этого периода с абсолютно нормальными двумя системами. Так что как можно больше информации для детей. А что делать, если, например, взрослый человек начинает изучать иностранный язык? Как у него тогда с когнитивными его способностями к лингвистике? Вот у нас студенты приходят, и на первом курсе они начинают изучать второй иностранный язык с нуля. Например, у них в школе английский был, начинают изучать немецкий. Да. Как развивать свои когнитивные способности, чтобы выучить язык во взрослом языке? Это очень спорный вопрос. Есть некоторые люди, я в том числе, которые считают, что чем больше мы открываем свойства этой системы, то есть эксплицитно, то есть что есть глагол, то есть все стандартные грамматические объяснения, тем лучше. Но с другой стороны, как всем известно, нужно просто погружаться еще в практику, то есть нужно и то, и другое. Для маленького ребенка не нужно никакого объяснения грамматического, нужно только, чтобы вокруг был язык, и все, и нормальное развитие. Для взрослого человека, хотя были и такие попытки, просто создать среду детей для взрослых, то есть делать, чтобы все было приятно, чтобы вокруг был только этот язык, вот вся система Лазарова, все эти вещи, это кажется недостаточно для взрослого человека, потому что этот период пластичности прошел, и нужно все равно помочь с эксплицитными объяснениями. Для меня это главная разница, потому что взрослый человек может анализировать, понять, а потом все равно нужна практика. Я, например, начал изучать русский язык в возрасте 18 лет. Это уже поздно. Это уже поздно, да, к сожалению. Ну, говорите вы прекрасно. Ну, спасибо большое, но все равно не родной это язык, и процесс был сложный, то есть много работы, много... Я начал на курсах, интенсивных курсах в Америке, летняя школа 9 недель по 6 часов в день. Тогда, маленький вопрос, тогда это сколько лет назад было? То есть тогда язык был известен, популярен, и вы изучали? Те, вы хотите сказать, сколько мне было? Нет, мы не будем считать. Это было начало 80-х годов. То есть это было до Горбачева, до периода пересроки, но все равно тогда был... То есть уже тогда интерес был? Всегда был интерес к русскому языку, но меньше, чем каким-то западноевропейским языкам, статистически меньше, но всегда было какое-то меньшинство, такое серьезное, меньшинство студентов, которые интересовались русским языком, и это до сих пор так. Естественно, в конце 80-х, начало 90-х было больше, потому что открывались разные возможности, то есть было больше программ, больше возможностей приезжать, какие-то, может быть, деловые связи появились, и люди... То есть это было для студентов, может быть, больше перспективно, в смысле работы, потенциальное сотрудничество, связи в разных областях жизни, и не только одна студенческая программа в Ленинград, и одна в Москву, и больше ничего не было. Тогда это было так. Потом открывался. А после этого, в последнее время, я думаю, упало, вот спало это немножко, к сожалению... Пожиотаж был какой-то момент вокруг английского языка. Да, но еще происходят другие процессы сейчас, что в интересе статистических количеств студентов, которые занимаются иностранными языками в целом, падает, к сожалению, в Америке. То есть меньше специальностей, меньше вузов, где это есть такая специальность, и статистически все языки падают. Есть такое мнение иногда, что у нас английский, нам не нужно ничего. Да, я бы тоже так сказала. Зачем все говорят на английском? Ну да, все говорят, да, действительно, можешь жить свою жизнь, и также с иностранными партнерами, там имеется в бизнесе или в любой, или в науке. Можно, конечно, все делать на английском, но я могу точно сказать, что со знанием конкретного языка, естественно, сразу узнаешь эту культуру этих людей гораздо ближе. Но давайте вернемся к этому моменту. Вы начали изучать русский язык у себя в Америке, а потом приехали... Потом я приехал по студенческой программе в 83-м году в Ленинград тогда, и это была первая, то есть это была единственная летняя программа, но там было больше 100 студентов, 5 групп по 20, там, по 25 человек. Все из Америки? Все из Америки. Это было очень... Это по конкурсу, это дорого было, и это было по конкурсу, это был единственный способ, ну, есть еще в Москве было что-то параллельно, это был единственный способ. Я... Это летняя программа полтора месяца, а потом вторая программа у меня была в 85-м году, семестровая, но тогда уже я... Тогда уже моя жизнь изменилась, у меня были друзья, связи, работа, и все было связано в России, и потом годовая... Я потом окончил университет и приехал по годовой программе и занимался детской речью. Детской речью? Да, в детских садиках в Ленинграде, в 86-й, 87-й. Потом я работал... Ну, автобиография пошла, ничего. Потом я работал в школе, в англоязычной школе, школа 52, специализированная школа в Ленинграде в 87-м году. Я вел английский с детьми, да. И это... Потому что других... Я взял все студенческие программы, потом была эта программа по преподаванию в школах, и... А потом после этого, это 88-й год, и все начал открывать, и были другие способы. Можно было уже по частному приглашению приезжать и так далее. Меня повезло. Прошу прощения, один мой знакомый профессор из Турина, итальянец. Он сказал в ответ на мой вопрос, почему он так хорошо говорит по-русски, я очень много общался с поэтами русского андеграунда. У вас была какая-то интересная сфера общения в России? Очень, да. Которая улучшила ваш язык. Да. У меня это были не поэты, а музыканты. Но тоже... Тоже хорошо. Тоже андеграунда, и тоже примерно... Тоже андеграунда. Да. В 80-е годы. Я... Ну, был момент случайности, немного повезло, но это еще у меня интерес к музыке давно. Я из музыкальной семьи, играл всегда музыку, хотя не профессионально. И поэтому, когда я познакомился с музыкантами, когда я был в этих студенческих программах, на этих программах, мне было очень интересно, и просто... Ну, я дружусь с музыкантами тогда. А кто это были? Группа «Аквариум», кино, странные игры. Вы не знали, с кем вы общаетесь? Вы думали просто... Ну, для начала, конечно, я не знал, потому что для начала... То есть это просто были люди, с которыми познакомился. Но потом я начал понимать, что это не просто так. Но это уже было потом. Ну, самое... Вот с аквариумом это было в 85-м году. И другие, менее известные, но много. И я все эти годы, когда я учился по этим программам, я еще ходил на рок-фестивали, на квартирники, на все эти подпольники. То есть вы были знакомы с ними лично? Лично. Есть какие-нибудь интересные воспоминания о встречах с ними тогда? Ну, я просто... Я могу... Одну историю... Это мои друзья, поэтому я как бы много личных... Да, но нет, ну, а я помню, когда я только познакомился, например, то, что мы оказались где-то у кого-то дома на квартире и это аквариум Грубинчиков и другие музыканты. И сразу меня спросили, а какую музыку вы слушаете? Ты слушаешь? Что ты любишь? Что ты слушаешь? И я думал, ну, вот сейчас я расскажу. Они... То есть у меня еще было такое, что здесь все закрыто было, и там нет, и поэтому я, скорее всего, знаю вещи, которые... И все было наоборот. Они настолько были более... То есть они знали все, что я слушал, и еще намного... То есть они... Я удивился, откуда... То есть все это... Но это у них все-таки это жизненная профессия, и они занимались именно этим. Они собирали музыку, они знали... У них коллекция кассет, тогда это было аудиокассет, коллекция кассет, вещей, которые я в жизни слышал из Африки, из Азии, там, из Южной Америки, из Европы. То есть просто... А это очень сильно... Я так задумался, что так... То есть ничего... То есть это все связано с личными интересными. Это самое главное. Вот это моя история. А вот к музыке когнитивный подход, который можно использовать к языку, он подходит, годится? Можно ли исследовать музыку так же? Я думаю, что можно. И вчера у меня была лекция частично про когнитивный подход к музыкологии, биомузе, музыкология, эта область называется сейчас, считается. Но это более спорный вопрос, чем с языком. Но тоже считается, что определенный аппарат для усвоения восприятия музыки не обязательно для... чтобы быть музыкантом, но просто для любого человека. Любой человек воспринимает музыку прекрасно. То есть у вас есть когнитивные способности, тоже как бы врожденные, да, к восприятию музыки? Готовность. Да, и поэтому это объясняет, почему музыка, музыкальное восприятие есть у каждого человека, и почему есть, бывают, к сожалению, физические нарушения этих способностей, которые не влияют на языковые. Ну, то есть разные. Есть афазии для языка, и есть, как это называется, амузия. Ну, то есть отсутствие каких-то стандартных музыкальных способностей из-за нарушений, из-за дефекта, из-за несчастного случая или что-то так. То есть это показывает, что это основа, это биологическое. А правда, что в мозге центры, которые отвечают за музыку, восприятие музыки и математики близки или вообще где-то рядом? Ну, что, очень сложно говорить о таких вещах с точки зрения пространства, потому что, на самом деле, нет никакого одного центра ни для чего. То есть это разброшено, и мы не знаем, неврологи до конца не понимают, как эти связи происходят. То есть некоторые вещи, они понимают, как связываются невроны на одном уровне, но как эти уровни между собой связаны... То есть есть места в мозгах, где мы точно знаем, с чем это связано, но нет одного места для музыки, поэтому нельзя сказать, что математика находится рядом. Но то, что есть очень известные пересечения математических принципов и музыкальных принципов, это известно. И с языком тоже. То есть они все пересекаются. У нас были совершенно замечательные математики в университете, которые были одновременно чудными музыкантами. Николай Григорьевич Чеботарев, член-корреспондент Академии наук, когда-то мой отец еще до войны слушал его лекции, и Чеботарев для школьника выступал, была публичная лекция, передача, было публичное выступление, и он доказывал теорему на доске, потом повернулся к школьникам, к аудитории, и сказал, как вы думаете, на что это похоже? И тогда в старых аудиториях главного здания там стояли рояли, он сел за рояль и сыграл сонату Бетховена. Сказал, ну как вы не понимаете, ведь это же вот одно и то же, собственно говоря. И папа с восторгом рассказывал, много лет после этого прошло. У нас на кафедре даже, да, есть коллега, который как раз изучает вопрос, до какой степени наши ресурсы когнитивные отдельно существуют для музыки, для восприятия музыки, для языка, для математики, для визуальных каких-то восприятий и так далее. И до какой степени они все-таки делят эти ресурсы, и это они изучают с помощью уже неврологических этих исследований, и это очень новая область. И это, кстати, коллега, который будет у нас в нашей летней школе в Петербурге, который сейчас... Вы немножко скажите тогда о летней школе, на которую вы тоже в Россию приехали. Да, у нас 15 лет существует эта школа, я садиректор вместе с коллегой из Санкт-Петербургского университета, мы это основывали в 2003 году, это 15-й год, удивительно. Три недели, да, это очень давно, три недели, у нас идея была попытка, то есть преподаватели из Европы, из Америки, из России, все на английском языке, просто для самого широкого круга возможного общения, а студенты из России, из бывшего Советского Союза, из Восточной Европы, из Западной Европы, уже из Азии, из Африки, из Южной Америки. школа уже стала знаменитой. Ну, я не знаю, как знаменитую, она стала международной, это точно. Ну, надо привлекать студентов нашего университета. С удовольствием, кстати, были ваши студенты, были студенты из Казани, и, по-моему, в этом году будут, но мы всегда рады, да, и там примерно у нас 100-110 студентов каждый год преподавать 20 семинаров на разные темы. Это не только лингвистика, это лингвистика, когнитивная психология, культурология, антропология, философия, то есть ряд гуманитарных и общественных наук. У нас естественных наук нет, потому что с этим, по крайней мере, более-менее понятно, что происходит. А гуманитарные и общественные, они меняются в последнее время, и они требуют... Просто революционный взрыв гуманитарных наук. Да, да, да. И они требуют сравнительного анализа с нашей точки зрения, то есть заниматься... То есть моя специальность русский синтаксис, но заниматься русским синтаксисом без сравнения с другими языками уже не имеет никого. Это вообще просто без достижения даже психологии или физиологии сейчас невозможно. И, наверное, вы скажете, что то же самое с литературой, я так и думаю, что в сравнительном. И поэтому наши курсы в основном они междисциплинарные, сравнительные, и мы пытаемся привести предметы, которые как бы в обычных образовательных программах не практикуются. Либо сравнительная грамматика, либо сравнительная теория кино или культурология, гендерные исследования и так далее. Но это вообще важная миссия, потому что наука существует только, когда есть общение между разными странами и разными достижениями. Да. А, кстати, вот у нас сейчас как раз лето и идет приемная кампания. К нам поступают абитуриенты со всей страны, и не только, из ближнего, даже и дальнего зарубежья. А вот как организовано образование в Америке? Чем оно отличается от нашей системы? И много ли молодых людей идет на гуманитарные специальности? Это больная наша тема. Ну, конечно, это зависит от вузов. То есть есть более такие узкие специализированные вузы в естественных науках, в инженерных науках и так далее. Ну, если говорить об университетах. Да. Но, естественно, с гуманитарными науками есть проблемы. Но проблемы в основном, я считаю, это не проблемы интереса студентов, хотя там тоже есть такие тенденции. Это в основном проблемы с финансированием и с поддержкой администрации. Потому что есть сильная тенденция в сторону естественных, компьютерных и прикладных... Ну, то есть наук, которые, во-первых, на грантах финансируются, потому что гуманитарные науки это самое сложное. То есть тоже студенты... И сокращение... Практического применения, да? Ну, есть такая тенденция, но еще и закрывают программы, бывают по самым гуманитарным наукам, например, литература, языки. Это зависит от вуза. И в государственных вузах, где меньше финансирования, это проблема. А как это происходит? Студенты поступают не по специальности, они поступают просто на... Сразу на специальности, а у вас просто в университет? Нет, просто в университет. В колледже, в университет. Есть технический университет, это другое, как технические ваши институты. Но главные университеты просто в университет поступают по конкурсу, потом выбирают специальность в конце... Обычно в конце первого курса, в начале второго курса. А если передумал? Можно передумать, я передумал на третьем курсе, перешел на лингвистику, на теоретическую лингвистику, потому что я про нее ничего не знал. Я думаю, вначале у меня будет математика. То есть у меня была такая... То есть можно уйти, например, с физики или с химией на лингвистику? Можно. Но, естественно, тогда остается... Потому что программа, количество курсов, вся программа, это обязательно. И поэтому нужно сделать эту всю программу за меньшее время, быстрее, чем это было бы. Но это возможно, потому что не все курсы обязательны. И все студенты, неважно, физики или литературоведы, все равно у них некоторые курсы в тех других областях, где у них специально... Если в гуманитарном, то обязательно нужно что-то из естественных наук. Какие-то вводные курсы по астрономе, по физике. И наоборот. И физики ходят на мой курс по русской культуре. Как я любила астрономию, я бы с вами послушала астрономию. Мой брат астроном, поэтому я очень рад. Ну да, и поэтому я веду курс, вводный курс по русской культуре. Хотя специально сумели лингвистике, но я что-то знаю о русской культуре достаточно. Я читаю этот курс, и он вводный. И туда ходят студенты из физики, инженерской. То есть вот такие инженеры и физики в основном. Вообще без знаний. То есть они никогда ничего не пишут, не читают. То есть у них совершенно другие главные курсы в другом месте. Но они приходят туда, потому что им обязательно что-то взять, и они по выбору тогда им интересна Россия. Ради бога. Они ходят на мой курс, и я пытаюсь их заинтересовать, что жизнь состоит не только из физики. Это замечательная. Но еще и других вещей. Хотя я поддерживаю физику, конечно. Это просто пример. Мне тоже кажется, что ни один специалист в наше время не может быть узким. Чем шире, тем полезнее для литератроведа, для историка, для кого угодно. Для физика, в конце концов. Да, согласен. Ну и в конце нашей беседы, как вам нравится Казань? Бывали ли вы в Казани раньше? Сколько времени в городе провели? И каково ваше мнение о Казанском университете? Ваши впечатления? Ну, я здесь третий раз. Первые два раза – это 8 лет назад, когда я был директором программы по обмену американских студентов, которые учились русскому языку в разных городах России. Я был директором этой программы 3 года, и одна наша группа была в Казани. Поэтому тогда у нас были хорошие партнерские отношения с вашим университетом. И программа была, я считаю, очень хорошая и удачная. Она потом перешла в другие руки. Я перестал руководить программой, поэтому не из-за меня. То есть все отношения остались хорошими, но после этого у нас не было других программ. А сейчас я приехал, я читал вчера лекцию про музыку и язык. Ну, еще есть такой момент футбола, что я как-то по жизни, да, я иду на этот футбол. Я по жизни, я уже в следующем году, это будет мой четвертый чемпионат мира футбола. Я был в ЮАР, я был в Бразилии. Опять в Россию на будущий год? Да, я был в Бразилии, я был в ЮАР, я был в Германии на всех предыдущих. Сейчас, поскольку я все равно летом в России, это у меня все складывается как будто специально для меня. Но надо, я обычно не болею, я люблю футбол, я всегда играл. Да, и поэтому обычно я не болею, но нужно сказать, что я не хочу никого там. Но все-таки мне очень нравится чилицы, они очень далеко приехали, их болельщики. И их команда очень, очень интересно играет. И этот футбол, который я люблю, вот маленькие передачи, это совершенно другой, чем европейский. Поэтому я немножко так. Но я просто надеюсь, что будет интересно. И я уверен, что это будет интересно. Так что все совпало, и это очень приятно. Так что на будущий год мы вас тоже в Казани ждем. Обязательно. Потому что опять футбол главный. Обязательно, да, обязательно. Но Казань очень красивый город, спокойный. И многое изменения за эти 8 лет. Но в университете, прямо в университете я не был в этот раз. Но в следующем году, я надеюсь, я к вам приеду. Спасибо вам большое. Мне кажется, что во всех сложных ситуациях в нашем мире сотрудничество в области культуры и науки – это главное, что этот мир спасет. Я с вами согласен. Сто процентов. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго.